Мы с вашими родителями поговорили и решили, что нам... Да, услышали, я надеюсь, что... Услышали, что не все у нас получилось, что хотелось бы, да? Услышали, что у вас есть проблема. Прежде всего, должно быть ваше спокойствие и желание учиться. Согласны? Вам в бузы поступать, да? Вам в бузы поступать. Родители тоже обеспокоены, и мы обеспокоены. Поэтому, если такой консист, этот учитель у вас работать больше не будет. Но это будет внезапно. Только, да, мы... Ну, подождите, мы сейчас посмотрим, что можно сделать. Есть другие вопросы. Вот мы с вашими родителями порешаем, и следующую субботу опять встретимся. Потому что, ну, не только математик, наверное, еще что-то вас... Если родители ушло, то что оглушите. Вот давайте мы с вами и школу вы любите, и всех учителей любите, и слава богу. А я люблю всех. Любовь должна быть взаимной, и любовь взаимная должна быть. Не односторонняя любовь. Когда с одной стороны, тогда ничего хорошего из этого не выйдет. То, что вас не должны оскорблять, я подписываюсь под всем. Конечно, никто не имеет права, даже родители. Это более учительные. Это что делать детям? А это преподаватель? Какой преподаватель? На нематематик. Один раз сказала, вызвала, попрашивала. Одноклассника, попрашивала у него теоретку. Он на каком-нибудь теперь дома разговаривал. Он сказал, на армянском, оно по тебе и видит. Это было не один раз, потому что третья школа уже находится в желтой зоне. И что это происходит только и народ по-русски на участие разговаривает. Вы с кем сейчас? Красные, желтые зоны. Вам главное, чтобы у вас были хорошие учителя. Правильно? Ваши учителя. Мы это услышали от ваших родителей. Ваша школа. Это ваша школа. Наша старая наша корпус. Вот, и вы хотите учиться в вашем корпусе. Это главное, я услышала. Также Татьяна Владимировна, директор пятой школы, назвала девушек распущенными за распущенные волосы. Да. Нам это тоже как бы не понравилось, что это такое. У меня у сестры болит голова, когда она волосы собирает в пучок. Я ей разрешаю, чтобы она распускала волосы. Услышала. Услышала. Про волосы услышала. Ребята, а у кого в классе инвалид? У нас. Расскажите эту историю, что там было. Сидит мальчик в уроки, ему очень тяжело ходить, все учителя знают, есть все справки. Он говорит, можно, пожалуйста, выйти мне походить. Учитель говорит, нет, сиди на месте. Учитель математики? Да. Учитель математики. Он говорит, мне больно ходить. Он говорит, нет, значит, ходи по классу. По классу ходить негде, везде ставят рюкзаки. Он распакивается, выходит. Мы также берем, поддерживаем нашего одноклассника всем. Еще одно, я бы тоже поддерживала. Ну, а вы. В мою ситуацию, она заскайвила ему. Учитель математики, хотя я видела, что рядом с ним стоят. Если вы хотите, мы можем включить записи диктапона. У нас есть столько, как она себя ведет. Человека просто до слез довели. Если вам это интересно, есть записи диктапона. И вы все вместе вышли? Да. Молодцы, дружный класс, что я могу сказать. Дружный класс. Я бы тоже вышла на вашу. Еще нас не выпускают в туалет на уроках. А что вам на переменах не сходить? Это девочки, переходный возраст. А каких переменах вы говорите? Ну ладно, началка, началка. Мы не успеваем выходить на переменах, потому что нас задерживают на уроках, оправдывая тем, что звонок для учителя. Почему стало такое председание, что начальная школа может ходить на уроках? Ну массового-то нет, но по одному. Мы не просто, чтобы нас массово выпускали. Почему пятой школе закрывают туалеты на время урока? Чем это вообще вызвано? Что вообще за беспредел творится? Почему? Одна наша девочка во время урока ничего не выпускает, и она просто не выпускала человека. Да, и она просто эта девочка выпущена из класса. Ее подруги очень помогли. Вы поговорите об этом. У одинского класса. Хорошо, он тоже урока математики. Нам сдавать ЕГЭ, мы вообще сидим, мы не понимаем учителя. Когда мы говорим директору, что вот мы не понимаем, нам говорят, что это мы просто не учились, и мы сидим и чем-то понимаем. Но все равно нужно дополнительные занятия, чтобы понимать, правильно? Но они в пятой школе, и если хотят проводить дополнительные занятия, почему требуют деньги? Главное образовательное учебное время не хватает. Учитель прямым местом говорит, что у родителей денег не хватает. Нет, вы считаете, это нормально? Мы про математики. Да, нет. Мы уже про математики. Директор еще говорит о том, что у родителей нет денег на жилетки. Да. Но хотя мы договорились в начале года, что мы можем ходить без жилеток, то есть без жилеток, без жилеток. Но при этом директор предъявляет нам за то, что у родителей нет денег на жилетки. Хорошо, такой же вопрос, директор. А когда человек приходит в какой-то черной блузке, в черную брюху, почему она имеет право сдавать ребенку? У тебя траур в семье. Да что ты умеешь? Причем, что смешка. Нет, что не надо. Она каждый урок приходит и говорит об этом. Я считаю, что это вообще не педагог. Это по математике, да? Нет, это директор. Это директор пятой школы. У нас еще вопрос, почему у нас у меня не учили. Ребята, а форму вы где покупаете? В определенном магазине больше покупать? В определенном, в каком магазине? Смотрите, киклиточка. Только там, да? Почему у нас на учили, а почему у нас не оставили учителей, которые у нас для строительства и подавали документы? Я не могу сейчас сказать, вы с родителями разговаривали, а почему? Да, и подождите, подождите, да? Возможности расписание сделать так, чтобы... Я не могу сейчас сказать, почему, да? Я не знаю в вашем расписании. Ди, костям учителя. А при чем это расписание? У нас просто поменяли всех учителей. У нас нет ни одного учителя с нашей школы, только Юлия Александрова. Почему нам не оставили наши учителей, если именно преподаватели пятой школы, они, во-первых, не ведут себя педагоги. Они не ведут себя так, но у нас и нет. Я не против, допустим, учителя английского языка, немецкого и химии. Я не против этих учителей. Уже не против. У нас нет ни одного языка, как людям. Вообще-то вам должны все относиться как тупой. Ну, почему они этого не делают? Нас унижают. Что это с педагоги? Многие учителя нас унижают за то, что у нас нет знаний, говорят, что мы тупые, что мы без нас оторвляем. Что мы без нас оторвляем. Я думаю, я не являюсь тупой. Еще хотел бы узнать, а почему конкретно мальчику угрожает то, что у него работает мама в школе, и ему, учителю, опять же-таки по математике, он говорит, ну я поговорю с твоей мамой, и ее отчитывают прямо в кабинете директора. Это, думаете, нормально? Да, почему она не так и не слилась. После этого, это мой друг, я не буду говорить, кто это. После этого он со мной разговаривает, он в слезах его трясет. Он после этого говорит, меня там так-так отчитали, то, что я там чего-то того-то не знаю. По математике я понимаю, что мы не все умные. Конкретно у меня математика хромает, я этого не отрицаю. Главное, чтобы ты человек был хороший. Я думаю, это учителя тоже. Ну из такой школы депрессивные дети выйдут, мне кажется. Почему? Ну пока я вижу хороших детей. Главное, не испортить, сейчас вовремя все остановить, правильно? Минуточку, вот я вот сейчас на камере вижу хорошие, дружные коллективы. Ну вы видите, что есть проблемы в школе? Вы видите? Учителя математики завтра уже не будет, правильно? Да, я сказала. Нет, вы до этого сказали, что у нас до этого дня не будет. Нет, такой вообще преподаватель не должен в школе работать. Да, учителей вернуть в третью школу. Ну, старых ваших учителей надо перекроить расписание. Но у нас даже расписание не покончено. Скажите, пожалуйста, вот нам оставьте вот директора, пожалуйста, исполняющей обязанности, мы с удовольствием будем с ней работать. Вот мы с удовольствием будем работать, что человек достойный, скромный, очень много регалий, она приятный человек. Ну, оставьте нам, зачем исполняющая обязанность, зачем нам Татьяна Владимировна из пятой школы? Вот мы хотим вот этого директора, будьте добры, организуйте нам этого директора, оставьте себе десятый класс. Не исполняющий обязанность, а директором школы номер три. Нам не нужен директор из пятой школы. Пусть она остается. Нет, она хотя бы... Как вы прокомментируете конкретно вот эти высказывания в Твиттере у Натальи? Учителя, как вы прокомментируете? А зачитайте их вслух, пожалуйста. Давайте, я прочитаю, позвольте. Читай. Читаю. Это кто написал? Учитель по математике. А, как я ненавижу свою работу, эти гребаные дети, скоро выхожу на работу, держитесь, неудачники, ха-ха-ха. А это нормально для учителя? Это просто аплодисменты. Ну я не знаю, ничего другого науку не приходит. Нет, это публично. Это был пост и в Твиттере. Я вам так скажу. Я не буду многих фактов раскрывать, но я уверен, что это писала она. Не знаю. Но я в этом уверен... Ну неужели нормальный человек такой написал? Она в коммуне работала, да? Я говорю, проверьте, попросите у этого учителя логин и пароль, и вы будете уверены, что там будет дата. Ее рождение, фамилия и отчество. Это будет и пароль, и логин. Я в этом уверен, я не буду спрашивать. Почему? Поверьте. Вскрыть не контакт. Я ничего не вскрывал, но я вам конкретно говорю, я в этом уверен. Я в этой теме очень хорошо. У вас есть запись микрофона там? Можешь скриншот мне скинуть? Была еще такая ситуация, опять же, учитель по математике зовет к себе поговорить в нашу одноклассницу. Говорит, почему ты не учишься? Ребенок отвечает, я стараюсь учить, но у меня не получаются какие-то предметы. Она говорит, понятно. А почему тогда я не ушла в ПТУ? Говорит, потому что я хотела поступать в медицинский университет. Начинается разговор у меня, а подружка твоя? Получается, она отвечает, у нее то же самое. Она говорит, ни в какой вы не поступите в медицинский, вам, вы даже вас не дадите поток. А у вас репетиторы по математике есть? Отвечает, нет. Мы знаем. Спрашивает, а у вас репетиторы есть? Ребенок отвечает, нет. А что, у родителей не хватает денег оплатить репетитора? Почему так же? У нас преподаватели, директоры и вот опять же учитель математики есть такое подразделение, как ученик и человек. Вот учитель математики озвучил на уроке. Подразделение, ну, они это делают так. У нас был урок геометрия, на что учительница говорит, вот, Олеев, ты вроде ученица хорошая, но как человек тебя уважать не за что. Ты, Анастасияна Владимировна, не нравишься. Почему я это должна выучить? Почему это выучить? Почему ты преподаватель позволяет себе сказать? Также директриса говорила о мальчиках. А, директор, это что, извините? Директор говорила о мальчиках, которые красят волосы, что они геи и тому подобное, оскорбляя это. Оскорбляя ориентацию, причем их есть. Я два очень директора, да? Да, я не директор. И конкретно меня отчитали после того... Тебя-то за что, господи? Меня отчитали за то... Слава богу, нет. На национальном. После того, как я... У нас был урок общественного знания, ведет директор. Я вышел с класса на перемену. Еще еще? Мне говорят, вот конкретно вот твоей формы, насчет пиджака. Он мне темного-синего. Если хотите, я вам могу прислать фотку или показать. Нет, 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 что ты хорошо... Темный-синый, клетчатый. Вот у тебя такой пиджак, который заведует девочками, легкого поведения. Намекаю на сувенера. Вы думаете, я похож на сувенера? Нет, я там это не помню. А директор школы сказал, да? Татьяна Ивановна, вы же понимаете, что такие люди вообще не должны работать с детьми. Вообще. И в образовании их быть не должно. Не только в 10-м, и в 11-м, и в 5-м. Такой человек не должен работать вообще в школе. Вы это понимаете или нет? Замечательно. Оскорблять детей никто не может. Мы хотим, чтобы вы ее уволили вообще полностью. Никто не может. Я ее не могу уволить. Я не ее работодатель. Минуточку. Все факты, все факты услышаны. Какие будут приняты меры? Подождите, а что нам делать в 11-м классе с математикой? Нам ЕГЭ сдавать в этом году. Нам в том числе. Тоже, мы вообще не понимаем предметов. А в 10-м классе понимали? В 10-м понимали, когда у нас Наталья Анатольевна делала. Хорошо. А вот эти полгода, как-то вы занимались? Конечно. Нам дали на дистанционное. Конечно, занимались. Да, то есть время не ухудшается. Мы все понимали. Это замечательно, потому что сейчас у всех проблем. Спасибо. А можно еще спросить у нас, учителя математики? Потому что у меня есть репетитор по математике. Я хорошо знаю. Во-первых, она валит меня в ответы, когда отвечает ребенок в другой. Она говорит не правильно, хотя я говорила несколько минут то же самое. Также она не объясняет должного материала, конкретно на уроке. Но она объясняет это почему-то на дополнительных классных занятиях. И намекает конкретно. Чем это вызвано? Почему она на уроке? Почему она на уроке не дает должных знаний? Я могу сравнивать с тем, как объясняет мне мой репетитор и с тем, как объясняет она. Это две разные вещи. Я тоже очень много лет преподавала. И я хочу сказать, когда объясняешь стататэ, это намного легче, чтобы объяснять, подождите, пожалуйста, подождите, пожалуйста. Когда объясняешь, кратко. Но то, что у вас проблемы, это все услышали. Все услышали. И что планируете делать? Я же сказала. Возвращать учителей? Ну как возвращать, если они... Мы все дружно согласны за то, что вы вернули старый состав учителей. Это прекрасно. Если они будут согласны, я думаю, они будут согласны. Они всегда преподавали наши уроки. И никто с 10 и 11 класса, старые ребята, которые уже учились в этой школе с пятого у одиннадцатой на сегодняшний момент, все, я думаю, будут согласны и все вспоминают добрым словом. Особенно Надежду Дмитриевну я хочу подчеркнуть еще также бывшего директора Станислава Николаевича. Самый мудрый, великий, добрый человек на свете. Почему нам говорят, что мы должны будем подчинять учителям до этой школы? Что значит подчинять? Нам прямо сказали, что вы будете подчинять нам, нашим учителям пятой школы. Вы нас не прогнете, мы вас с вами. Нет, вы пытаетесь не прогнуть нашу линию, но вы никак систему не сломаете. Никогда. Они говорили, если пока что мы что-то вы решили. Но вообще-то, вообще-то, да. Я считала, что вы, так же, как учителя, это участники образовательного процесса. Они так начинают. То есть, вы работаете на одну цель, на знания. Они не с моей стороны, а вы... Вот давайте, вот они, с ними надо говорить. Про учителя математики, вот не повторяйте, я услышу. Ну, все остальные будут говорить. Мы даже не думаем о том, что нам сдавать ЕГЭ в этом году, потому что мы все погружены вот в эту школьную обстановку. Мы не хотим ходить в школу, потому что нам неприятны учителя, они нас оскорбляют. Если мы тебя согласим нашим учителям, хотели с огромным желанием учителям, мы готовились к ЕГЭ. И мы все знали, что неприятность учителя не будет нас в ней. Давайте сегодня завтра пойдем в школу с вами. Но у меня будет просто любой изменение. Я спрашиваю, что изменится. Я сказала, что сразу в один вечер все не изменится. Ребят, давайте с Татьяной Ивановной уже отпустим. Сегодня воскресенье. Она и так уделила очень много времени нам. Спасибо ей большое. Самое главное, чтобы от этого не был толк. Правильно? В следующую субботу родители снова будут встречаться с Татьяной Ивановной и руководством. Поэтому ждем в следующей неделе. Что? С вашей стороны. Ну, здесь я думаю, как родители решат. Если вас пригласят, возьмут с собой, будет вообще супер. Вы же должны быть в курсе событий. Можно фотографию сделать вот этого твитра? Мы должны отдать только квитанцию. Это ее страница, да? Нет, да. Это просто скриншот. Вы просто напишите на... Это публичное. Это публичное. Вы знаете, что такое твиттер? Ну, тогда чего бы. Все это читают в публичном пространстве. Из-за чего? Просто я не верю, что человек в нормальном состоянии может такой писать. А, то есть вы нормальный человек, если он говорит, вы тоже не будете делать. Есть статья, что она унижает несовершеннолетнюю миссию. Несовершеннолетнюю, да? Да, несовершеннолетнюю миссию. Она нас оскорбляет на уроках, значит, она может быть в нем. Я не понимаю, что очень много даже с пятой школы родители писали заявление как на директора, так и на учителя математики. Почему? Это не рассматривалось. Администрация городского округа Химки ничего не сделала. В течение 20 лет они сейчас так продолжают себя вести. Почему этого не было? Почему? Получается, здесь уже коррупция связана с этим. Почему? Хорошо, глубоко очень копаешь. Вот поверь мне, коррупции пока еще в этом нет. Хорошо, а получается, бездействие есть, халатность есть тогда, получается. А может это коррупция? Почему с этим ничего не делали? Конкретно наш класс писал заявление на именно нашего учителя математики и на директрису. Директора, привет. Так, про учителя математики я вам сказала. Про два учителя класса. Каждому стороне Галина Борисовна и Наталья Николаевна. Надеждина. Так, минуточку. Вот я разговаривала про учителя математики и на директрисового класса. Там самая главная претензия, что вам не готовы объяснять дополнительно, правильно, то, что вы не понимаете. Дети просто не понимают материала. Да, даже вот просто не понимают, это не то. Но это бесполезно. Вот почему-то, что учителя математики, опять же, она говорит нам, она объясняет нам, что мы не знаем, но потому что вы ее оставите, вы ничего с этим не сделаете. Она будет также работать в пятой школе, также гнобить там детей, если не здесь. Также она есть у Дубка девятого класса и она будет их там гнобить. Вот вы говорите правильно, вы говорите за себя. Вот там тоже, почему вы считаете, что там дети другие? Мы не говорим о том, что там дети другие. Нет, вот говорите, они зашутят. Я знакома с многими ребятами. Надо будете туда и спросить, вы зашуганы или нет? Вы можете спросить то, как они себя ведут, и вам ответят. Учителя именно наш школу, потому что учителя их школу будут их прикрывать. Учителя по математике, это одно, но с детьми, а так со всеми. Не только с нами. И так же не один учитель. Сколько учить вообще? Давайте в следующую субботу встретимся уже. Обязательно в следующую субботу в это же время. Хорошо. До свидания. Спасибо.